У администрации школ кажут, что подрыхтолка столовых данного научного года за все до сирот приоритетов. При вельме уже значной необходимости можно учиться и в непофарбованном классе, но если размова тышится здоровья детей, не снует никаких компромиссов. По этой причине, в шмат яких школах, даже отмазываются от привоза обеда с тех же комбинатов школьного харчевания. Не то, как там была низкая якость, но приготовленная непосредственно у научной установки все-таки лучше. Я все-таки за непосредственно школьную столовую. Мне кажется, так вкусно, как готовит наша школьная столовая. Привозное питание до этого пока еще далеко. Все-таки оно везется, оно в термосах, оно может по дороге где-то чуть-чуть остывает, а здесь с пылу, с жару и опять-таки под постоянным неусыпным контролем директора школы, заместителя директора, который отвечает за работу столовой, медицинского работника, прокиражной комиссии, намного качественнее и вкуснее. Наявность существенного обсталявания дозволяя не только якосно готовить ежу, а ли и работать это у ответственности со станом здоровья школьников. Кали мерковать по медицинских доветках, достатково значная колькость наученцев сегодня мает потребу у диетичном харчевании. А про это, у все больше значной популярностью школах набывают так званные новые технологии харчевания. На кшталт шведского стола, типа переднего заказу страв. Воспитывать культуру приема пищи. Поэтому это сегодня процесс, который продолжается в учреждениях образования. Ну, я думаю, что имеет свое будущее. Почас проведения проверок работники санитарных службов без уваги не покидаются ничего. Починаючи от ассортименту продуктов у школьных буфетах до наявности достатковой колькости посуду. Кали мерковать по тем, что значные штрафы по кольне выписаны, ситуация у школьных столовых зусим недренная. Порушения, которые означаются в протоколах, ликвидуются у короткие термины. Проверки только начались, поэтому говорить в полной степени о том, в каком состоянии сейчас пищеблоки находятся, очень трудно. Но вот результаты, первые результаты показывают то, что грубых нарушений на пищеблоках не выявляется. Выявляются несначительные нарушения текущего характера. А в целом можно сказать, что питание школьников полноценное, разнообразное. Оно соответствует физиологическим потребностям в белках, жирах, углеводах, калорийности.